Союз и Далз Гордый взгляд и умолкает зал Виноват шикарный наш вокал Мы можем петь и громче, и тише Мы можем петь и выше, и ниже Лишь бы нам не спеть мимо нот Мимо! 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 Так остановимся! Друзья, Далз Филипп и как второго? Галкин Я не об этом Тимур Тимур, у нас к вам предложение Давайте в музыкальном домашнем задании Вы не будете участвовать Почему? Да потому что вы петь не умеете В смысле петь не умеем? Что, думаешь, макароны на голову нацепило? Все можно? Ребята, ребята, ребята Не надо так горячиться Петь можно научить абсолютно любого человека Тут главное проявить капельку терпения Тимур, козленочек мой, можно тебя на секундочку? Повторяй за мной Нет Не совсем А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Далс, давайте «Союз» будет показывать музыкальные номера. Ну тогда давайте мы будем их объявлять. Согласен. Прямо сейчас для вас в рубрике «В бой идут одни старики и кучерявая женщина» выступит команда КВН «Союз». Песня посвящается товарообороту с Китаем. Бессмысленному и беспощадному. В Россию полными вагонами, целыми эшелонами с Китая едет всякая фигня. Там футболки с покемонами, коробки с восьмыми айфонами, очки с глазами. И массажёры для головы. Хватит! Кепки с вентиляторами, часы с калькуляторами, зажигалки с фонариками, да всё что угодно с фонариками. Ободки со смешными ушками и подушками, чего грех отаить пердушками. Селфи, палки, флешки. А вот это вообще создано для чего? АПЛОДИСМЕНТЫ Нашли подход китайцы к природе всех русских людей. Ведь всё, что мы назвали, дешевле сорока рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл, то есть, по-вашему, это нормальный номер? А вам есть что предложить? Вы даже песни петь не умеете. Зато мы умеем их показывать. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте дальше. Конфетки, бараночки. Конфетки, баран, очки. Я понял. Дальше. Прощай, цыганка, сэра. Вы в своём уме? Следующую. Это что такое? И Ленин такой молодой. Так, всё, хватит. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, понимаете, это не уровень летнего кубка. Ой, Кирилл, да чё ты им объясняешь? Сейчас выйдут ребята из Союза и покажут, что такое настоящий взрослый номер. В таком случае объявляйте. Дорогие друзья, если в мире существует такое понятие, как секс-туризм, то значит, где-то должны быть и секс-барды. Так, вы чё, совсем больны? Чё? Это, по-вашему, взрослый номер? Ну, взрослее, только без гитар. Так, Александр! Показывайте, что вы приготовили. Так, пошли вон отсюда! Вы соображаете, что вы творите? Кирилл, Кирилл, мы придумали номер, который поможет нам сегодня победить. Я так понимаю, он про морячков? Допустим. Ну и что вам мешает его показать? Как сказали бы свингеры, нам нужны ещё люди. Артём, поможете? Ну, раз свингеры попросили. А где, как не во Владивостоке, мы можем показать этот номер. Итак, песня «Яблочко». Эх, яблочко, куда ж ты котишься? Ко мне в рот попадёшь, не воротишься. Эх, апельсин, куда ж ты котишься? Ко мне в рот попадёшь, не воротишься. Эх, банан, ты чё не котишься? Другие фрукты котятся, а ты не котишься. Давай, банан, я знаю, ты смогёшь. Ну, прокатись хотя бы раз, как на репетиции. Не позорь меня, банан, перед пацанами. Эх, ты банан, ты чё совсем банан? Может, денег тебе дать? Алычный ты фрукт. Да надержи пятьсот рублей, алычный ты фрукт. Эх, банан, ты чё вообще тупой? Ну, прокатись хотя бы вот так, чё тут сложного? Прокатись хотя бы вот так, 500 рублей. Эх, КВН, куда ж ты котишься? Да даже КВН котится, а ты не котишься. КВН котится, а он не котится. Друзья, с такими номерами мы всё равно не выиграем летний кубок. Я знаю, что делать. Мы должны спеть песню, где мы проявим свои лучшие качества. ДАЛС вы будете шутить, СОЮЗ вы будете петь. Идите, готовьтесь, я объявлю. Умом Россию не понять, особенно умом иностранца. В мире есть одна Огромная страна Для иностранцев в ней Много страшных есть вещей Например, стричь ребёнка самому Детские площадки Русский тюнинг Смекалка Домашние животные Винты-тюбы Отключение воды Но иногда даже говорить ничего не надо Можно просто посмотреть Домашние животные Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Уважаемый Александр Васильевич, за всё то время, что мы играли в КВН, мы добились огромного количества наград. Это и победа в высшей лиге, и различные кивины, и прошлогодний летний кубок. Поэтому сегодня нам бы хотелось попросить не за себя, а вот за этих ребятишек. Дело в том, что за всю их КВНовскую карьеру они не добились ни одного значимого трофея. Согласны, в этом есть и наша вина тоже. Да, да, да. Поэтому мы были бы очень рады, если бы сегодня летний кубок достался именно им. Да ладно, не надо. Надо! В общем, Александр Васильевич, ещё никогда в истории КВН не было такого, чтобы команда получала два летних кубка подряд. Александр Васильевич, хотите новых ощущений? Так, Айдар. Мы всё сделали, чтобы победить? Вроде бы. В КВНе мы давно вроде бы Многое смогли понять, вроде бы Объяснить одно лишь не можем мы Почему так много в жизни? Всяких вроде бы Елена Малышева врач Вроде бы Аджикан — это певец Вроде бы У нас дороги есть, вроде бы И хорошее кино снимают Вроде бы А Кокорин — футболист Вроде бы И на Евро были мы Вроде бы Смертную страны зря ругаем мы Но они же всё-таки старались Вроде бы А в Рио нас не пустили Вроде бы А потом опять пустили Вроде бы Срезультатами Не будем спорить мы Потому что там всё честно Ну, вроде бы В КВНе мы давно Вроде бы И закончили играть Вроде мы Но в сердце навсегда Вечная игра И вот тут уже Никаких вроде бы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»